Слава Богу, братья и сестры, этот день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся вонный, так говорит нам Писание. И сегодняшнее служение, как уже было сказано, оно необычное, оно посвящено Дню Матери, и прежде всего я хочу поздравить всех матерей и просто пожелать вам Божьего благословения в вашем труде. Ваш труд, он очень важный, очень благословенный. Как-то одна сестра, разговаривая со мною, говорит, другие поют, проповедуют, едут куда-то, трудятся. А что я? Я дома с детьми. Я говорю, это твое служение сейчас, на данный момент. Твое служение, твой труд, он тоже очень важный и благословенный. Иногда мы думаем, что те, которые здесь, на сцене, те служат Богу. Но если я где-то что-то делаю, то, что никто не видит, или даже чистю картошку, если это делаешь во имя Господа, это тоже твое служение, и Бог видит каждого из нас. Труд каждого, он очень ценен в Божьих очах, особенно труд матерей, которые воспитывают детей. Мы видим в Писании, что очень много Библия показывает нам матерей, которые благословенные были Богом, которые воспитывали детей во славу Божью. Один только такой пример – это Анна, мать Самуила. И много-много можно таких примеров приводить. И что мы можем дать своим детям, как отцы, как матери? Я думаю, больше всего мы можем им дать свою любовь и свое время. Мы, как родители, заботимся о многом. И хотим, чтобы и образование дети получили, и материальные блага они имели. Это все неплохо, но больше всего и ценнее всего – это время для детей и наша любовь им. Конечно же, каждый родитель скажет, что я люблю своих детей. Я думаю, что каждый так думает. Но в чем наша любовь проявляется? Вы знаете, любить – это глагол, это действие, определенное действие. И я думаю, что для детей очень… Вот это время, качество этого времени, оно проявляется в том, что мы делаем для наших детей. Именно для них. Если мы проводим время с нашими детьми, очень важно не то, что я бы хотел делать с моим ребенком, но то, что он хотел бы делать вместе со мною. Если, например, мой ребенок хочет, чтобы я с ним складывал пазлы, как раз качество этого времени будет проявляться в том, если я делаю это вместе с ним. Если он хочет, чтобы я с ним поиграл в прятки, если я делаю то, что он хочет в данный момент – это и есть качество этого времени. Потому что иногда мы, как родители, вроде бы проводим время с детьми, но мы не всегда отвечаем на их потребности. Мы делаем то, что мы хотим делать, и как бы их желания не остаются в стороне. Конечно, у детей есть много разных желаний, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Но именно качество времени, проведенного с детьми, оно определяет наше потом влияние на их жизнь. Почему? Потому что очень важно нам установить вот эти дружественные, доверительные отношения с нашими детьми. И если не установлены, то тогда мы, как родители, имеющие авторитет в их глазах, сможем повлиять на их жизнь. Повлиять Словом Божьим, повлиять именно тем духовным влиянием, которое Господь, Он хочет, чтобы мы с вами воспроизводили в их жизни. И Библия наставляет нас, как родители, чтобы мы воспитывали детей в наставлении и учении Господнем. И, конечно же, мы, как родители, когда мы время свое отдаем, любовь свою отдаем, заботу о детях, конечно же, мы хотим, чтобы в наших детях мы видели хороший отклик, правда? Чтобы они были радостными, чтобы они были благодарными. Я думаю, что никому из нас, как родители, не понравится, если мы заботимся, если мы покупаем и то, и другое, а ребенок все равно недовольный. Ты мне и этого не купил. Ты мне и того не дал. И когда мы такое можем видеть, я думаю, наше сердце, оно печально. И я думаю, что вот эти отношения, друзья, они в некоторой степени, их можно перенести на духовные отношения наши с небесным Отцом. Библия говорит нам, чтобы мы приходили, входите, написано, во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою. 99-й Псалом говорит, чтобы мы с весельем сердца приходили при лицо Божье. И, конечно же, как мы можем радоваться только тогда, когда в нашем сердце есть глубокое чувство благодарности. Благодарности. Как наши дети, которые благодарны, я думаю, нам просто еще хочется больше им дать, правда? Если они благодарны, если они рады нам, нам еще больше хочется их благословить. И так точно в наших отношениях с небесным Отцом, вы знаете, мы все дети Божьи, братья и сестры. Но я думаю, что все-таки люди или те братья и сестры, которые Бога благодарят, которые Его славят, которые Его прославляют, вы знаете, у них просто особенные есть отношения с Ним. Почему? Потому что Слово Божье говорит нам и показывает, чтобы мы за все Его благодарили. Например, Господь дал нам молитву Отче наш. Я думаю, в этой молитве есть очень большой пример нашей молитвы к Нему. Как вы заметили, эта молитва начинается чем? Прославлением Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие, это будет воля Твоя. И лишь только потом уже идут какие-то просьбы, сохрани нас, хлеб нам дай и так дальше. И заканчивается эта молитва опять-таки прославлением. Я верю, братья и сестры, что Господь дал нам эту молитву не просто, чтобы мы его повторяли, но Он дал нам ее как пример, как нам в молитве нашей приходить к Богу. Сначала с благодарением, с хвалою, потом открывая свои желания опять-таки благодарить Бога, потому что Он достоин хвалы. И когда у нас есть какая-то проблема, конечно же, нам хочется сразу только просить. Иногда, к сожалению, наша молитва, она и находится только лишь на таком уровне, что мы у Бога что-то только просим. Но когда у нас есть трудности и проблемы, все-таки сила хвалы, она очень играет большую роль в нашей с вами жизни. Я хочу прочитать местописание. Я думаю, это очень хороший пример, который показан нам здесь. Это Первая книга царств, 9 глава, я буду читать из 3 стиха. Здесь история о будущем царе Сауле. «И пропали ослицы у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему, «Возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц». И пошел он, и прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним, «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив вас листь, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему, «Вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый, все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда, может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». И дальше 10 стих. «И сказал Саул слуге своему, хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. И они начали искать Самуила. И уже дальше 18 стих говорит, «И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его, скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал, «Я прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мною сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе». Эта история показывает нам, что Саул, он имеет проблему, пропали ослицы. На то время это было немалое состояние, это была большая потеря. И я думаю, что прежде всего эта забота найти, найти их, она была на первом плане в мыслях у Саула. Конечно же, он думал, думая о своем отце, хотел возвратиться, но придя к Самуилу, я думаю, его бы успокоило лишь только одно. Скажи нам, где наши пропавшие ослицы? Но Самуил говорит ему, «Иди впереди меня на высоту». Может быть, сегодня также какая-то проблема, забота, то, что не дает нам возможно, может быть, даже нормально уснуть. Мы о чем-то думаем, переживаем, и только об этом спрашиваем у Господа. Но Господь сегодня может сказать тебе и мне, «Иди прежде всего на высоту». Что это значит, братья и сестры? Там было жертвоприношение Богу. Господь желает, чтобы прежде всего того, что может быть нас беспокоит сегодня, прежде всего мы пришли в Его присутствие, прежде всего мы взыскали Его лица и прославили Его, как Бога. И Самуил дальше говорит ему, «Иди прежде меня на высоту, и вы будете обедать со Мною сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле, не тебе ли и всему дома Отца Твоего?» Эта история говорит нам о том, что Саул в своих таких надеждах найти ослиц, братья и сестры, он нашел намного больше. Самуил говорит ему, «Не заботься об ослицах, иди прежде на высоту». Кому все вожделенное в Израиле, не тебе ли? Саул искал ослиц, но он нашел больше. Бог дал ему царство. Бог дал ему большее благословение, чем мог он бы себе только представить. Но прежде всего он должен был прийти, присутствие Божье, и прославить Бога. Я верю так точно и сегодня, если мы имеем какую-то трудность, нужду, заботу, прежде всего, братья и сестры, так важно прославить Его как Бога, возблагодарить Его. Нам так важно искать, вы знаете, не просто руку дающего, нам необходимо взыскать самого дающего. В Его руках есть все для нас, но нам так важно прежде встретиться лично с Ним. Очень интересный Псалом. Я прочитаю 83-й Псалом. 83-й Псалом. Я хочу прочитать его. Как вожделенный жилища Твои, Господи, сил, истомилась душа моя, жилая во дворы Господни, «Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому, и птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». Блажен человек, у которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Библия говорит нам о людях, которые есть в Доме Божьем. Написано, «Они непрестанно будут восхвалять Тебя». И дальше написано, что «Блажен человек, у которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе». Это означает, что дороги нашего сердца или наши помышления, они направлены к Богу, братья и сестры. И если мы даже будем проходить долиною плача, они, кто это они? Я так понимаю, что вот эти пути, вот это упование на Бога, когда даже мы проходим долиною плача, иногда она приходит в нашу жизнь. Но если мы проходим этой долиною, уповая на Бога, то вот это упование, оно откроет окна Божьего благословения, и эта долина, она станет долиною благословения вместо долины плача. Препятствия, которые мы с вами встречаем на жизненном пути, проблемы, которые на нашей дороге встречаются нам, они либо могут стать камнем преткновения в нашей жизни, либо они могут стать ступенькой, которая помогут нам подняться выше. Если мы ропщим, если мы не понимаем, если мы не благодарим Бога, к сожалению, вот эти препятствия, они могут стать в действительности вот этой, знаете, камнем преткновения, от которой мы можем упасть. Но если даже, проходя через какие-то трудности, мы его благодарим за все, братья и сестры, это препятствие, оно станет как ступенечка, которая поможет нам подняться выше и быть ближе к Богу. Еще одно местописание, которое говорит нам о долине плача, это вторая книга Паралипоминон, вторая книга Паралипоминон, двадцатая глава. После всего Моавитяне и Аммонитяне и с ними некоторые из страны Моанитской пошли войною на Иосафата и пришли и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии. И дальше третий стих И убоялся Иосафат и обратил лицо свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее и собрались Иудеи просить помощи у Господа из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. Пришла сложная ситуация в жизнь царя Иосафата, война. Пришла армия, которая была намного сильнее и больше и понимая то, что у него нету силы противостоять им царь Иосафат он взыскал, он обратил сердце свою взыскать Господа и они сделали собрание и во время этого собрания Иосафат молился и 12 стих один фрагмент этой молитвы я хочу прочитать нам Боже Боже наш Ты суди их ибо нет нас силы против множества всего великого пришедшего против нас и мы не знаем что делать но к тебе очи наши я я думаю я думаю что иногда бывают такие наши жизненные ситуации когда мы так же не знаем что делать но упование Иосафата был Господь и написано что через пророческое слово Господь поднявший одного из пророков сказал что не бойтесь ибо война Божья а не Ваша и когда они услышали это слово написано 18 стих дальше и преклонился Иосафат лицом до земли и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом чтобы поклониться Господу и встали левиты и сынов Каафовых и сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким и встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской и когда они выступили встал Иосафат и сказал послушайте меня иудеи и жители Иерусалима верьте Господу Богу вашему и будьте тверды верьте пророкам его и будет успех вам и совещался он с народом и поставил певцов Господу чтобы они в благолепии святыни выступая впереди вооруженных славословили и говорили славьте Господа ибо вовек милость его и в то время как они стали восклицать и славословить Господь возбудил несогласие между амонитянами муавитянами и обитателями горы Сеира пришедшими на иудею и были они поражены и восстали амонитяне и муавитяне на обитателей горы Сеира побивая и истребляя их а когда покончили жителям Сеира стали истреблять друг друга и когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство и вот трупы лежащие на земле и нет уцелевшего и пришел Иосифат и народ его забирать добычу и нашли у них во множестве и имущества и одежды и драгоценные вещи и набрали себе столько что не могли нести и три дня они забирали добычу так велика была она а в четвертый день собрались на долину благословения так как там они благословили Господа посему и называют то место долиною благословения до сего дня аллилуйя слава Богу братья и сестры это долина плача она стала долиной благословения почему потому что они прославили Бога вы знаете это не входит в военную стратегию впереди вооруженных ставить левитов певцов тех которые слава славят Бога но это война Божья сегодня это очень хороший пример для каждого из нас возможно ты сегодня проходишь через долину плача но через твое словословие через твое благодарное сердце и прославление имени Господа это долина плача она может стать долиной благословения аллилуйя почему эта долина стала долиной благословения написано потому что там они благословили Господа аллилуйя Бог призывает тебя и меня его благодарить его прославлять его славить потому что он достоин хвалы как-то один человек неверующий сказал верующему ваш Бог он очень эгоистичный и тот спросил почему потому что он заставляет его хвалить он сам заставляет чтобы его славили это эгоистично но вы знаете Бог дал мудрости этому брату ответить ему он говорит когда утром встает солнце ты можешь открыть шторы твоего окна и этот свет он войдет в твой дом и он будет тебя радовать но вместе с тем ты можешь этого не сделать и быть в твоей темной и серой комнате братья сестры Господь не просто заставляет чтобы мы его хвалили но от того что мы его славим Божий свет приходит в нашу жизнь когда мы начинаем его хвалить когда мы начинаем его славить другими словами мы открываем шторы в нашу жизнь и Божий свет который нас радует который нас благословляет проникает в наше сердце и в нашу жизнь аллилуйя ему слава честь и хвала когда-то Господь сказал мне через пророческое слово будь человеком хвалы и вы знаете в своей жизни я просто один раз проэкспериментировал я решил что я целую неделю я ни о чем не буду просить я буду только Бога славить я буду только Его благодарить и вы знаете что-то произошло в моей жизни я испытал большое благословение и силу Божию которая пришла в мою жизнь и в заключение я прочитаю из псалма это псалом псалом 108 30 стих и я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его написано что я устами моими сегодня тот день когда нам необходимо Его прославить братья и сестры и каждый день нашей жизни но особенно сегодня написано я громко буду устами моими славить Господа среди множества прославлять Его давайте мы Его прославим Он достоин хвалы Он достоин славы и благодарения Аминь Субтитры